Дружба с соседями бывает очень продуктивной. На аппаратном совещании губернатор Алексей Русских поделился новостями после встречи с главой республики Татарстан Руставом Менихановым. Между Ульяновском и Казанью запустят метеор. Скоростные суда будут рассекать волжские волны и катать туристов. Целый ряд наших предприятий получит новые рынки сбыта в Татарстане. На финишную прямую выходит проект речного транспорта между Казанией и Ульяновском. Мы договорились о совместном субсидировании рейсов на метеорах. Развивают и межрегиональную кооперацию. В планах первых лиц организовать торговый путь. Средняя Волга, Каспий, Персидский залив. Соглашение подписано с целью консолидации усилий региона в разработке единого торгово-логистического маршрута, являющегося одной из основных частей международного транспортного комбинатора «Север-Юг». Он позволит увеличить объем экспортных поставок регионов, а также позволит обеспечить потребности российских предприятий в продукции, произведенные территорией Ирана и стран Ближнего Востока и Индии. В Ульяновске отметили День воздушного флота. Торжественный пролет авиации, концертная программа, экскурсии по предприятиям. Глава региона похвалил всех причастных. Как и планировали, праздник получился красочным с насыщенной программой. Хочу также поблагодарить всех организаторов, руководцев и сотрудников предприятий, участвовавших в подготовке этого события. Всего площадки фестиваля посетило 25 тысяч человек. Обсудили и бытовые вопросы. У Ульяновской области с 2014 года работает программа капитального ремонта многоквартирных домов. Она будет действовать до 2044 года. До срока окончания необходимо отремонтировать 6469 домов. Всего комфортным жильем будут обеспечены 890 тысяч благополучателей. Сегодня я расскажу о результатах, которые удалось добиться с начала действия программы 2014 года. За это время капитальный ремонт выполнен уже почти в 2500 домов. Это 2492 дома. Что составляет почти 39% от всего жилого фонда, включенного в региональную программу. Совсем скоро дети сядут за парты. И в Минпросвещении подготовили для учеников много интересного. Уклон на профориентацию, чтобы как можно раньше выбрать профессию по душе. Развитие системы дополнительного образования. Все эти направления входят в федеральный проект «Успех каждого ребенка». Также к учебному году готов новый лицей ядерных технологий в Димитровграде. На открытие приедет федеральный министр просвещения Сергей Кравцов. Важно, что этот лицей уже на сегодня выстроил профессиональные отношения с НИАР, с Институтом радиологии и онкологии, с МИФИ. И в ближайшее время мы планируем заключить многостороннее соглашение о сотрудничестве. Также Алексей Русских обратил внимание на проблему уличного освещения. Более трех месяцев руководство «Горсвета» не может найти решение и отделывается вялыми отговорками. Поэтому губернатор поручил городской администрации принять жесткие кадровые решения и объединить «Горсвет» и «Ульгэс». Обсудили и новости спорта. Освобожден от занимаемой должности министр физической культуры и спорта Рамиль Егоров. Отставка стала следствием допущенных управленческих ошибок. Виктория Черкова, Бахтияр Салтанов. Улправда ТВ.